Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Не могу не высказаться. Последние несколько дней все центральные каналы глумлятся над Украиной. Типа вот эти варвары, гонны, неуважающие историю, переименовывают, в частности, город Днепропетровск, и все другие города, и улицы, и так далее, и так далее. Позволю не согласиться. Хотя я тоже, когда был молодым человеком, конечно же, воспринимал Днепропетровск, ну, как Петроград. То есть, как город Святого Петра на Днепре. Вот, кстати, украинцам бы хорошо бы переименовать и вот так, с этим смыслом. Это было бы правильно. Ну, что такое Днепро? Хотя тоже неплохо звучит. Днепро и Днепро. Пускай, лишь бы не НКВДшник Петровский, на руках которого кровь русских людей. Или Загорск, когда был маленький, я думал, ну что Загорск, там за горами, замечательная лавра, где старцы. Знаете, фантазия такая поэтическая, ясное дело. А это даже не фамилия. Это псевдоним такого же кровопийца, как Петровский, некого Загорского. Я даже не знаю, как его настоящая-то фамилия. Да и не хочу даже поминать таких гадов. Поэтому, давайте будем осторожны. Большевики, которые стирали до основания Россию, а затем у них что-то не получилось, а вот затем не получилось, почему-то. Но они стирали историческую Россию и стирали до основания, даже имен не оставали, чтобы и духу, и имени России этой не было. Разве это не позор, что центр русской культуры, религиозности, духовности Троица Сергея Лавра была не Сергея в посадках сейчас, слава Богу, а какой-то Загорск. Вы все забыли. Нет, простите меня. Все забыли, да все помнят. Тот, кто нужно, помнит. Поэтому, то, что происходит на Украине, вы знаете как, нас не должно волновать, какие мотивы, там конкретные мотивы, какие там у этих политиков. Ясно, что это конъюнктура политическая, националистическая, там какая угодно. Короче говоря, это все политическая конъюнктура. Но этим всем Господь заправляет. Господь очищает всю нашу землю от этих мерзких имен и названий, которые к настоящему, к настоящей России и к настоящей Украине не имеют никакого отношения. Поэтому давайте будем здесь по сдержанию. Украина, как бы нам не казалось обидным, что малая Россия, она впереди великой России оказалась. Смиримся, задумаемся и все-таки постараемся и в великой России сделать то, что сделала, сама не понимая на самом деле, что она делает. Она делает, она считает, что она делает там какую-то декоммунизацию антирусскую и так далее, и так далее. Но она делает благое дело, стирая вот эти мерзкие топонимы со своей земли. И вырастают чудесные Полтавы, Мариуполи, исторические русские города. Да, и нам бы, и нам бы последовать за этим. Я, у меня деревня там, Тверской епархии, где у меня домик. Рядышком там деревня. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Что эти-то в Тверских болотах забыли? Карл Маркс, деревня. И Фридрих Энгельс, деревня. Да? Хотя там чудесные названия. А наша деревня? Свердлова. Почему Свердлова? Почему Свердлова? Церковь Крестовоздвиженская. Ну почему бы таким красивейшим названием Крестовоздвиженской не назвать нашим вот это маленькое поселение? Почему бы так? Нет. Нет. Какие-то странные люди держатся, говорят о какой-то исторической памяти. О какой исторической памяти можно говорить о тех, которые именно историческую память о России пытались уничтожить? Причем жесточайшим образом и на корню. Ну, Бог есть. И мы знаем, что произошло. И в Великую Отечественную, как возвращалось все национальное. Потому что прижало. Так и здесь прижмет. Вот украинца прижала по-другому. Мы же не знаем волю Господнюю, как она совершается. А вот она совершается на наших глазах. Убирается все это. Памятники, вы говорите. Какие памятники? Там к памятнику, к монументам этого не имело никакого отношения. Это была абсолютная, стопроцентная, ну это Ленин писал, монументальная пропаганда. Это была ленинская, большевистская, монументальная пропаганда. План был создан монументальной пропагандой. Ладно, если удавалось еще там в утечку какому-то или чего-то, так сказать, делать что-то приличное, в художественном смысле. А большей частью ставят вот эти с пальчиком из гипса. И вот их красят, не дай бог вандалы снесут. Да я первый вандал, который бы хотел снести это. Но уже не по возрасту. Короче говоря, прежде чем упиваться ненавистью к Украине и пытаться глумиться над всем, что она делает, а это неправильный путь, потому что, когда ты глумишься над человеком, то ты никогда не заслужишь его любви. Он тебя просто не полюбит. Поэтому не то чтобы нужно потакать, но и глумиться тоже не нужно. А некоторые вещи по рассуждению и принимать к сведению. С вами был Евгений Никифоров.